Ты ходишь по нашим городам, и ты еще не понимаешь, где находишься. Как у себя в кишлаках, они тут, понимаешь, начинают стрелять, когда свои свадьбы отмечают, гребаные. Поэтому понаехали сюда на дорогих машинах и считают еще, что имеют право. Они, что, Россию победили, что ли? И те, они, главное, все вдруг вспомнили, когда уже, знаешь, на всех уровнях начинают хвосты пересмотреть, они вдруг вспомнили, что они россияне. И они так возмущаются, главное еще, да ну что вы, что значит, мы же россияне, нам все можно сюда прийти. Да пошли вы, не умейте себя вести, идите отсюда. Когда научитесь, заново придете. То есть, значит, вдуматься, да, на уровне премьер-министра надо говорить, что так вести себя нельзя. С ним еще все разговаривают, делают передачи и объясняют, потому что они себя неправильно вели. Или, слушайте, давайте скажем правду. Вот мы когда рассказываем, что вот на Кавказе такие традиции, что там вот женщину нельзя ударить рукой, что, видно, только ногой. Ну, то есть, не бьют женщин уважение к старикам, уважение к детям. Да, только к своим старикам и к своим детям. А на нас они просто плюют, мы для них ничто. Наши женщины для них проститутки. Которые можно грязно приставать и вообще делать с ними все, что угодно. Бить, шпынять и прочее. Наши города для них территории, где гуляют их гордые воины. Они вообще кто? Царь горы, что ли? То есть, если все дерьмо с Кавказа полетело в Москву для того, чтобы здесь осесть в элитарных вузах, и выходит оттуда ни черта не разбираясь, никакие не специалисты на дорогих машинах, гордо тратят здесь наворованные их родителями бюджетные бабки, почему мы должны на все это смотреть и говорить, ой, мы должны быть толерантными. А я не хочу быть толерантным по отношению к этому мрази. Почему я должен быть по отношению к ним толерантным? Вот кто-нибудь может мне это объяснить? Они преступники, которые преступные бабки здесь отмывают. Сворованные у меня же. Они что, хорошо учатся в вузах? Они хорошо покупают себе дипломы в вузах. Что это вообще за... Мода-то пошла. То есть, полная потеря нюха. Или кто-то уже забыл, как перед европейским, да? Когда обещали ноги вырвать там. Гордая семья, неизвестно кого из Чечни. И надо было Кадырову поднять бровь, чтобы поставить их на место. А почему Кадырову, а не наша милиция? А мы каждый раз не были бы любезны. Вот, простите, пожалуйста, не могли? Одному дали пятна отсюда. Когда Харри в асфальт положить всех к чертовой матери, Медведев говорит, в Нью-Йорке бы их расстреляли. А почему здесь не расстреляли? Еще мне нравится, умники пишут. А докажите факт стрельбы. Мне еще нравится, что, оказывается, стреляли не в центре Москвы, а стреляли в Подмосковье, представляете? Какая разница? Просто, понимаешь, Харри из института выгнать весь род к чертовой матери, к себе пусть уезжают. Не умеют вести себя, как люди, вон отсюда. Вот просто вон отсюда. Чего терпеть-то эту фигню? В метро посмотрите, что происходит. Около метро что происходит. По московским бульварам пройдитесь. Да у нас ряд регионов, что аэропорт. Заходишь, непонятно, какой язык учить. И что нам рассказывают? Ну, вы что, разве так можно? Ну, надо же мягко. Да, есть великолепные, достойные представители Кавказа. А к ним вообще какие претензии? Никаких. Кто им хоть раз плохое слово скажет? Людям, которые ведут себя достойно, которые уважают и обогащают русскую культуру. Замечательной глубокой традицией народов Кавказа и культуры. Только почет и уважение. Но почему я должен распространять это почет и уважение на мелких подлых шакалов, которые приезжают сюда и на бешеные ворованные бабки здесь вообще кутят? Да, понятно, что это наши подонки-чиновники, которым, знаешь, как Лужков, которым, да, было удобно работать с азербайджанской вот этой сей, братвой. Ой, простите, братьями. Ой, простите, гражданами. Нет, понятно, что они не пьющие, что они вовремя, что они знают, что подарить жене, они знают, что подарить ему, они умеют дружить. Все понятно. И вот когда они делают, к ним вопросов нет. А вот когда у них начинают крышу срывать, и когда их детки начинают, и когда они уже просто вот сеют все вокруг бабками, возникают вопросы. И много вопросов. У них что, сейчас в Дагестане стало хорошо? У них что, стал низкий уровень преступности? Да-да, я знаю, что это Россия. Только там свои национальные особенности хищения. Дагестан, который давно уже превратился в черную яму бюджета, как и большая часть Кавказа. Притом в Москве в основном разгул идет от дагестанцев и ингушей, думает на чеченцев. Это тоже вообще, знаешь, какая-то беспредельная чушь. Вот просто запредельная. 30% людей, которые учатся в московских школах, это дети мигрантов. Притом, мигрант-мигрант. При этом в некоторых школах общая цифра дает чуть меньше, там 10%. Как-то так, то есть такое распределение. Есть школы, где уже преимущественно учатся, только они. И большая проблема, что они еще и по-русски не говорят. Ну, вообще русский язык я не знаю. Исходя из этого, возникают очевидные проблемы с общением, агрессивность. В больницах врачи приезжие, детские сады, нянчики все эти, приезжие. Во дворах люди, которые приезжие, они русского языка вообще все не знают. 5533-200. Говорите, пожалуйста, доброе утро, мы слушаем вас. 232-15-59. Доброе утро, Владимир. Доброе утро, Анна. Здравствуйте. Зовут меня Михаил. Алло. Да-да-да. Я сотрудник милиции в городе Химки. Вот у нас распоряжение негласное, что если русский побил иностранца, кавказца, то это междунациональная рознь расценивается. А если я кавказец, побил русского, то это просто простое хориганство. А кто, интересно, дал это распоряжение? Насколько я понимаю, ведь в органах правопорядка очень большое количество людей, ну, скажем так, совсем не великороссов. Спустили сверху. Спустили сверху. За такое негласное правило надо из органов гнать. 232-15-59 наш телефон. Мне еще понравилось, что Соловьев, при том, представитель Сатарстана, подписали Чеченскую республику. А вы, говоря про хрен лысый или ни хренаси, это про какую культуру? Как вы можете говорить о культуре, если у вас ее нет совсем? Разберитесь о семье, о том, что вы говорите. А потом сравните вашу с другими нациями вашу культуру из Чеченской республики. Значит, во-первых, надо подписываться за тем, не ваше, собачье дело, чтобы было понятно. Что происходит, как происходит, и в какой семье кому надо разбираться. Разберитесь со своими семьями и с вами, приезжающими сюда. А те, которые сюда приезжают, извольте показывать образцы культуры. А то я напомню, как люди высокой культуры играли головами русских солдат, отрезанными в футбол. Сейчас вы мне еще про культуру начнете рассказывать. А когда я говорю хрен лысый, это значит хрен лысый. А если вы не владеете всем богатством русского языка, то и не используете его. Я понятно выразил свою мысль? Вот и езжайте к себе в Израиль, а то заполонили Россию матушку. Муса родился в Грозном, живу в Москве. Во-первых, Муса, я родился в Москве, и поколения живут здесь. Не можем заполонить то, куда приехали до вас. Поэтому Муса, собрался и вали отсюда. 5-5-3-3-3-весть. Я не понимаю, почему русские, живущие за рубежом, не могут приехать в Россию и получить нормальное гражданство, а все, кому не ленит, а гражданство получают. Я этого вот просто не понимаю. Да, не должно быть иллюзий. Яково по закону, по закону, у нас по рождению гражданство не дают. У нас его покупают. То есть в нашей стране действует ни почва, ни кровь. В нашей стране действует взятка. Дагестан и Ингушетия признаны самыми бедными республиками. Самые высокобезработицы. Но судя по кортежам, в том числе и свадебному, там более чем в порядке. Я, кстати, тоже как-то не очень хорошо могу понять. А я считаю, надо сделать так. Вот приехал такой кортеж. Расследование, налоговая декларация. Ну просто у всех, на какие деньги гуляем? Вот чистить всех. Ну как получается, что из самых нищих республик, самые богатые вылезают павлины? Что-то непонятно. Молодцы сейчас, большие молодцы представители кавказских диаспор, которые однозначно выступили с колоссальным осуждением этой свадьбы. Только как, например, Максим Шевченко их защищает. Да, видимо. Потому что все остальные говорят, что это безобразие, это невозможно, это неприемлемо, так быть не должно. Дикий наезд гордых горцев произошел, когда Верховный Совет возглавил Хасбулатов. Задолго до пришествия суда питерской команды. Ну если правде в лицо смотреть. Вот тогда сюда и пошли все эти бандформирования, вот это все было тогда. 5-5-3-3-3-Вести. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Алло. Добрый день. Добрый. Меня зовут Александр, я из Санкт-Петербурга. Большую симпатию хотел бы выразить Владимиру насчет его мнения и вообще за те передачи, как он выражается в отдельности про некоторых личностей наших политиков. Вы знаете, я армянин, живу в Санкт-Петербурге, живу с 93-го года после Нагорных Карабахских событий. Вы знаете, вот мама моя, да, она бакинская армянка, да, и она вообще из Баку. Она мне всегда говорила, что вот ты растешь здесь, запомни, но ты должен настолько себя вести порядочно и культурно, чтобы вызвать к себе уважение. Не забыть про свои эмоциональные амбиции, про свой темперамент, то есть вот это все эмоционально надо отложить и вести себя культурно, чтобы тебя уважали, потому что ты будешь выделяться всегда. Если ты сделаешь что-то маленькое, оно будет казаться в глазах других людей большой какой-то катастрофой. Поэтому вот мы, я и мои братья-ссестры росли под таким давлением, что надо быть спокойнее, надо быть тише и надо стараться проявлять себя с лучшей стороны, потому что мы являемся представителями своего народа, можно сказать, в России, поэтому по нам будут судить о всем народе. Очень мудро. Но просто мне кажется, это уже в СМИ немножко все уже начинает как бы нагнетать больше. Да, к сожалению, СМИ не нагнетает больше, чем это происходит в реальной жизни.